В прямом эфире новости сейчас в студии Артём Михаленко. Добрый день. Очередной исторический минимум Нацбанк опускает ставку рефинансирования на 0,75%. Решение принято сегодня на заседании правления регулятора. С 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8% ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года. Пересматривая каждые три месяца, регулятор принимает решение с учетом инфляции и других тенденций в экономике. Из Пекина в Минск сегодня утром вылетел самолет с гуманитарной помощью. На борту 10 тонн груза. Это медицинские средства от городов Пекин и Чаннунь, а также от Синдзянь-Уйгурского автономного района. Более половины объема средства медназначения, которые закупили белорусские компании по запросу Минздрава, аппараты ИВЛ, тест-системы и средства защиты. В Гомеле выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму. Первый забор сделали в областном центре трансфузиозной медицины. Донором стал спортсмен Алексей Заяц. У него первого в Гомельской области выявили COVID-19, когда Алексей вернулся из Португалии. Стать донором могут люди, которые переболели и полностью выздоровели. В день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекции и определяют группу крови. По заявкам организации здравоохранения для пациентов, которые сейчас находятся в состояниях на ИВЛ или же в средней степени тяжести, будут направляться плазма. Одно из направлений лечебного эффекта заключается в эффекте пассивной иммунизации. Это не панацея, но в комплексе лечения ждем эффекта. У меня выявили антитела, поэтому я решил, что могу помочь еще некоторым людям с тяжелой формой болезни, которая, возможно, даже лежит на искусственной вентиляции. В центре также запланирован приезд трех потенциальных доноров с Буду Кошелева. От одного донора получают 600 мл плазмы. Это может спасти жизни четверым. Сильный ветер, который свирепствовал в Беларуси накануне, повредил кривши домов, а также повалил деревья. В Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на места ЧП. Так, в этой области порывами ветра сорвало крыши 15 жилых домов, трех хозпостроек и одного производственного здания. Также инциденты из-за сильного ветра произошли в Могилеве, в Шкловском, Горецком и Могилевском районах. Никто из людей не пострадал. В МЧС сообщают, что порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Так, в Гомеле повалило деревья на припаркованные автомобили. Сейчас специалистам предстоит подсчитать сумму материального ущерба. Дожди и грозы привели к наводнениям практически на всей территории Франции. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Местами там выпало до 100 миллиметров осадков. По словам синоптиков, сегодня дожди продолжатся. Не приходится мечтать о солнечной погоде и жителям Великобритании. В Лондоне температура воздуха с плюс 25 упала до 10. А в Шотландии выпал снег. Метель сопровождалась сильным ветром. Новая информация у моих коллег уже в 15 часов. Хорошего и успешного дня.